Сквер вместо бараков. Сегодня в департаменте архитектуры города рассказали о новом проекте в жилом районе Николаевске. За два года деревянные дома снесут под зеленую зону. Мы поинтересовались у жителей этого района, знают ли они о таком решении. Планы мэрии и мнение горожан сравнила Жанна Прохоренко. Вот эту площадку очистить от этих барачного типа домов и разместить парковую зеленую зону. То есть сквер. По департаменте архитектуры на карте четко обозначают границы сквера в Николаевке. А бараки, борьба за которые продолжается уже несколько месяцев, все же снесут. Весной началось первое переселение. Оставшиеся 10 домов обещают снести за год. В ближайшее время планируется снос этих домов. Это намечено где-то в конце 2013 года. Но если не будет такой возможности, может быть чуть-чуть это будет дольше. Но по крайней мере в 2013 году предполагается, что уже эти дома будут все расселены. И здесь предполагается разбить сквер все-таки. То есть пока принято решение о том, что это будет зеленая зона. Жители соседних домов о плане застройки на этой территории пока так ничего и не знают. Слышали только, что рядом дорога к 4-му мосту будет проходить. И все. Архитектор Алексей Микота считает такой подход в корне неверным. Неправильно совершенно. Когда проект делается, а потом его выносят на обсуждение жителям. Это настолько нелепо и психологически. Потому что сразу же возникает отторжение у людей. Да, опять эти архитекторы что-то там создали. А кто придумал? А кто хотел? Кто задание составил? Нас-то не послушали. Конечно, парки и скверы не повешали бы ни одному району Красноярска. Но тем не менее, при проектировании таких объектов стоит прислушиваться к мнению жителей этого района. Тем более, что здесь планируется дальнейшая застройка и домов будет гораздо больше. А пожеланий у жильцов много. И все разные. Честно говоря, не представляю, что здесь будет. Но высотные дома будут. Говорят, торговый центр будет рядом. Может, какое-то развлекательное, спортивное. Какая-нибудь площадка спортивная. Типа того чего-нибудь. Детский городок какой-нибудь. Может быть. Было бы неплохо. Было бы отлично, если бы здесь был сквер какой-либо. И место для отдыха, да. Действительно. В любом случае, радует, что на этой межмагистральной территории не построят очередной торговый центр и не поставят павильон. Хотя, вероятно, и сквер здесь надолго не задержится. В планах городской администрации объединить Копылова под автомагистраль. Жанна Прохоренко, Катерина Погорелова, Константин Шубкин. Новости ТВК.